Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua, меня зовут Александр и перед вами модель под названием Masus Zenfone 5, версия процессора 2 ГГц, то есть Z2580, 2 ГГ оперативной памяти и 16 встроенных. Давайте сразу же начнем с распаковки. Что у нас в коробке? Вот такая вот интересная коробка. На коробке, в принципе, указаны все технические характеристики правильные и в комплекте особо ничего нет. Здесь гарантийные эталоны от производителя с печатью даже. Зарядка, переходничок и USB кабель. Ни гарнитуры, ни чехлов, ни бамперов, ни пленок, ничего этого в комплекте нет. Внешне смартфон Asus Zenfone 5. Довольно-таки необычный вариант. Мне очень нравится. Давайте рассматривать его по порядку. Спереди у нас сенсорное стекло 5-дюймовое. Это Gorilla Glass 3 от компании Corning. Есть три сенсорных кнопки. Назад, домой, меню. Эти три сенсорных кнопки не подсвечиваются. Мне не нравится расположение кнопки назад, потому что я привык держать телефон вот так вот и нажимать где-то здесь. Сверху логотип Asus, динамик, фронтальная камера на 2 мегапикселя, датчик приближения, датчик освещения и также есть индикатор пропущенных звонков. Также спереди есть вот такая вот панелька. Она металлическая. Здесь такой структурированный узор. Он очень прикольный на ощупь, то есть палец когда ведет, он автоматически задает ему как ему вести. Попробуйте, если купите этот смартфон. Это очень прикольно. Толщина смартфона достигает 10 миллиметров в самой широкой расстоянии. Корпус, задняя крышка выполнена вот таким вот образом. Это довольно-таки классно. Он очень удобно лежит в руке. Абсолютно. Это очень классная технология выполнения. Сверху разъем под наушники, второй микрофон. С этой грани нет ничего. С этой грани кнопка включения-выключения и качелька громкости. Кнопочки тоже вот такие с узором. Снизу основной микрофон и разъем microUSB. Задняя крышка выполнена из пластика. В данном случае это у нас белый цвет. Есть черный, есть красный, есть желтый, есть синий. Не знаю, какие будут в наличии. Вот пока что только белый. Основная камера у нас на 8 мегапикселей. Вспышка. Работает этот смартфон от процессора Intel. И решетка под динамик. Ну это такой просто стильный муляж. На самом деле динамик располагается у нас слева. Вот этот динамик. Аккумулятор у нас съемный. 2100 мАч. Две сим-карты, микросим. Все защелочки они действуют вот таким вот образом. То есть с фиксатором. Это очень удобно, как по мне. Задняя крышка имеет вот такой вот вид. Давайте начнем обзор с технических характеристик. Посмотрим, что у нас внутри у смартфона. На каком он железе работает. Начнем мы это, естественно, с Antutu. Так. Antutu у меня показал 22 тысячи баллов. 22750. Здесь установлен двухъядерный процессор от Intel. Intel Atom Z2580. Его частота реальная 2 ГГц. Здесь 2 ГГц оперативной памяти. Здесь 16 накопитель. И карта памяти у меня тоже на 16. Разрешение экрана здесь HD. 1280 на 720. Прошивка здесь стоит 4.3 Android. Графический ускоритель. SGX 544 MP2. Мультитач здесь 10-точечный. И давайте посмотрим датчики, которые есть в программке Z-Device Test. Здесь есть датчик приближения, датчик освещения. Есть GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, вспышка. Гироскопа я здесь не вижу, как не заявляет производитель, но здесь его нет. Акселерометр есть. Акселерометр работает исправно. Здесь нареканий быть никаких не может. Прошивка здесь та, которая всем нужна. Если просто сказать, если не заморачиваться. Сейчас покажу версию 4.3 Android, во-первых. И версия прошивки, точнее стандарт прошивки, две буквы W. Это означает, что это мировая прошивка. Здесь полноценный русский язык. Здесь нет китайского софта. Здесь как европейский вариант. Здесь полноценный русский язык. Все на русском языке. Очень понравилась мне прошивка. За прошивку просто громаднейший плюс разработчикам. Это стилизированная прошивка Zen UI. То есть есть очень много классных фишек. Есть интересный статус-бар. Есть фишки, как использовать наш смартфон. Режим энергосбережения, режим музыки, фильмов, записей, игры, речь. Есть удобные режимы чтения. То есть в настройках экрана есть особый режим чтения, когда экран меняет свою теплоту. То есть режим для изображения текста, либо просто текст. Он максимально делает его таким, как лист бумаги. То есть как вот эти вот электронные книги с хорошими матрицами бумажными, скажем так. Очень много есть режим easy. То есть режим, когда мы можем, допустим, пользоваться смартфоном в машине. Что у нас есть самые основные, самые необходимые приложения, которыми мы можем очень быстро управлять и легко, не промазывая. Этот режим очень легко отключается. Можно пользоваться экраном в перчатках. То есть смартфон в плане прошивки, как по мне, идеален. То есть это такое необычное по сравнению с прошивками у Zoppa, у THL, когда они просто голый Android. Очень интересно поиграться с этой прошивкой. Есть настройки звука самые разнообразные. То есть, ну действительно прошивка классная. И я считаю, что прошивка это самый главный плюс этого смартфона. Потому что есть довольно-таки существенные минуса. Теперь по поводу экрана. Экран здесь с покрытием Gorilla Glass, 5-дюймовый. HD разрешение экрана. Матрица у экрана IPS. Цветопередача хорошая. Углы обзора хорошие. Однако по диагонали матрица становится беленькой, светлеет. Ну и давайте продемонстрирую вам некоторые фотки, некоторые картинки точнее. Как ведет себя экран с темным изображением. Во что оно превращается. Вот по диагонали немножко цвета уходят в негатив. И экранчик светлеет. Вот так вот значительно лучше. Ну под прямыми углами естественно. То есть за экран мне нравится как выглядит внешний экран. Вот как я сейчас на него смотрю. Как вы видите его в камеру. Я вижу, что видите его классным. Экран мне нравится. Действительно экран достойный. Но есть свои негативные стороны. Звук у смартфона отличный. Звук я тестил и разговорный динамик микрофон. Слышно было четко, громко, без нареканий. Звук, допустим, в фильмах тоже довольно-таки громкий. И звук в наушниках тоже классный. Мне понравилось. Звучит музыка достойно. Скорее всего потому, что у меня низкий заряд аккумулятора. Он у меня тушит яркость. И постоянно она уменьшается. Вот такой вот интеллектуальный режим у смартфона. Теперь что касается производительности. Процессор здесь Intel Atom Z2580. Он двухъядерный. Частота его по 2 ГГц. А графический SGX 544 MP2. Честно сказать, сомневался в нормальной работоспособности устройства. Так как знаю, что такое Intel. Был у меня... Точнее, было у меня много телефонов, естественно. Lenovo K900 с Intel. Игры глючили, тупили. В общем, не хватало оптимизации. Здесь был удивлен. Здесь игры идут нормально. И давайте смотреть. С играми Smartphone справляется отлично, как по мне. Кстати, вот так вот выглядит экран. Вот такие вот цвета, когда не включен свет. Скажем так, под дневным светом. Как по мне, экран выглядит достойно. Теперь скажу пару слов о GPS. GPS у смартфона отличный. Ловит спутники моментально. Также поддерживает спутники GLONASS. Сейчас продемонстрирую вам. Буквально считанные секунды, до 5 секунд. И все спутники ловят, обозначают точку на карте. Это круто. По поводу аккумулятора. Аккумулятор здесь встроенный. 2,100 мАч емкость. Но это самый негативный момент этой модели. Не понимаю я, почему так. Ну, скорее всего, потому что Intel прожорливый процессор. Хоть и пишет производитель, что там он энергоэффективный. Все дела. Но, блин, это не так оказалось. Как по мне. Смотрите. Результат Antutu тестера всего лишь 3114 баллов. Например, ZTE V5 из 2400. И вот недавно я его делал обзор. Там было почти 5-6 тысяч. Далее. Тест. Это был тест воспроизведения видео из Ютуба. 2 часа 57 минут. Со 100% до 24. Я считаю, что это тоже маловато. Ну, и тест... Тест игры. Со 100% до 6%. 2 часа 25 минут. Ну, это, естественно, максимальная яркость. Это Epic Citadel. Ну, тоже считаю, что результат по аккумулятору довольно-таки посредственный. Не суперплохой. Не будет он у вас разряжаться прям за пару часов работы. Ну, а вот, наверное, максимум, что получится выжать из этой модели, это будет один световой день. То есть, с утра до вечера. Ну, можно будет там полчасика в игрушку поиграть. Wi-Fi какой-нибудь там. Что-то на камеру поснимать. Ну, в общем, если будете пользоваться чисто как телефоном, то есть, только позвонить, то, может быть, на 2 дня растянете. Но сомневаюсь, честно. Камера здесь на 8 мегапикселей. Камера с кучей настроек, самых разнообразных настроек. Блин, очень много всего-всего-всего. Есть режимы видео, есть замедленная съемка, есть усиленная вспышка. То есть, можно включить турбо-вспышку. Сама камера имеет оптику 8 мегапикселей. Это реальная оптика. Видео записывается в формате Full HD. Фронтальная камера 2 мегапикселя. Такая посредственная для галочки, для видеосвязи. Покажу вам несколько фотографий. Вот текст с довольно-таки большого расстояния. Просто фотки. Я эти все фотки вам покажу. Что могу сказать по камере? Камера мне понравилась. Видео, наверное, хотелось бы немножко более лучшего качества. Вот выложу вам фотографии, выложу вам видео. Вы сможете это все посмотреть. Вот такой вот получился смартфон. Смартфон от компании Asus. Конечно же, сразу же все хотят откупить этот смартфон. Одна из самых раскупаемых моделей. Сейчас, как только они появились в наличии, разгребают. Нужно заказывать просто в огромных количествах. Будет великолепное количество заказов. То есть, смартфон шикарный в плане покупаемости. Лучше, чем любая модель сейчас. Вот на данный момент Asus Zenfone 5 в версии 2.16 берут супер просто. Смартфон имеет классный дизайн. Он необычный, он стильный. Металлическая вставка снизу. Крышечка вот такая вот изогнутая. Это все круто. Мне понравилось. Отдельное спасибо за прошивку разработчикам. Прошивка действительно крутая. Много всего здесь есть, чтобы посмотреть. Прошивка полностью на русском языке. То есть, европейская версия. Прошивка это то, что больше всего мне понравилось в этом смартфоне. Процессор достойный. Если сравнивать его с восьмиядерным, ну, наверное, он будет немножко слабее. Но с играми он справляется отлично. Все нормально запускается, не глючит. Из основных минусов, которые для меня, это в первую очередь аккумулятор. Аккумулятора 2.100 здесь мало. Тем более, это встроенный аккумулятор. Можно было бы влупить сюда хотя бы 2.5 и уже было бы что-то. Далее, мне не нравится то, что располагается кнопка назад вот здесь. Они должны поменяться местами. Потому что я держу смартфон вот так вот. И я нажимаю обычно вот здесь эту кнопку. Но, опять же, дело привычки. Я думаю, потенциальный пользователь и тот, кто купит этот смартфон, он будет привыкать и нормально потом пользоваться. Камера средненькая. Само фото делает хорошо. Много, очень много настроек самых разнообразных. Будете разбираться, будете от этого получать удовольствие. Видео снимает в формате Full HD. Но качество я бы хотел побольше, повыше. В целом, смартфон получился очень интересный. В средней ценовой категории. Приблизительная его цена 220 долларов. 210-220. Вот так вот. За эти деньги конечный потребитель получает очень хороший, надежный продукт от компании Asus. Наверное, накрутка по цене еще идет. И за счет вот этих вот логотипов. Это оригинальный Asus. То есть, это не какая-то там копия-подделка или закос под Asus. Это все оригиналы. Есть вот эти все лейбочки. То есть, в этом плане можете даже не сомневаться. Однозначно, смартфон советую для покупки. И однозначно достойная модель. Со своими плюсами, со своими минусами. В общем, вот такой вот он Asus Zenfone 5. Я лично от себя рекомендую. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будем заказывать эту модель. Будем стараться заказывать и полностью в черном цвете. Потому что знаю, что черный цвет будут спрашивать еще больше. А поэтому для вас будем заказывать различные цвета. Ожидайте эту модель наличия. Спасибо за внимание. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok